Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы обсудим три главных врага хорошего сахара. Причем мы обсудим три неочевидных врага хорошего сахара, то есть те продукты, которые многие пациенты считают безопасными, но которые дают резкие скачки сахара крови и резкие скачки инсулина после их употребления. Многие пациенты с диабетом прекрасно знают, что быстрые углеводы, то есть белый сахар, шоколадки, печеньки, вафельки, нам не разрешены, то есть при диабете мы их не употребляем. И да, многие пациенты медленные углеводы, серый хлеб стараются употреблять небольшими порциями. Однако есть продукты, которые часто провоцируют скачки сахара. Какие же это продукты? Первый продукт это мед. Да, у меда есть много полезных свойств, то есть влияние на иммунную систему, на нервную систему и так далее. Однако мед это высокоуглеводный продукт. В меде на 100 грамм продукта содержится 80 грамм углеводов. И это углеводы усвояемые, то есть это скачок сахара крови. Если говорить простым русским языком, то мед это гольный сахар, это флюктоза плюс глюкоза. Да, за счет того, что в меде большое количество фруктозы, подъем сахара после употребления меда чуть медленнее, чем подъем сахара от белого сахара. Но это выраженный активный подъем сахара. То есть если пациент с диабетом употребляет мед, у него будут скачки сахара, у него будут скачки инсулина. То есть при сахарном диабете мы мед не употребляем, потому что мед очень сильно повышает сахар крови. Причем это повышение сахара крови на длительное время за счет высокого содержания фруктозы. Что мы можем употреблять вместо меда? Если рассматривать иммунную систему, то это корица, куркума, чеснок, имбирь, шиповник и так далее. То есть те вещества, которые являются природными иммуномодуляторами и при этом безопасны для сахара. Корица и куркума наоборот способствуют снижению сахара крови. Если же мы рассматриваем сладкий вкус, то мы можем брать безопасные сахарозаменители, которые не дают повышения сахара. Например, стевия либо эритритол. То есть мед мы убрали. Второй неочевидный враг хорошего сахара крови это фрукты. Да-да, во фруктах, помимо того, что много витаминов и микроэлементов, также содержится большое количество фруктозы. И в отношении фруктов работает четкое правило. Количество. Умеренное количество. Для взрослого человека с сахарным диабетом разрешенное количество фруктов это 2 хлебные единицы фруктов в сутки. Например, после завтрака мы съели яблочко небольшое, порядка 100-120 грамм. После обеда мы съели апельсинку. То есть 2 хлебные единицы фруктов в сутки. Если же человек с диабетом устраивает все разгрузочные фруктовые дни, не дай бог, это огромные скачки сахара. Либо делает все фруктовые смузи 3-4 яблока, то есть 3-4 хлебных за один прием пищи, конечно же будут скачки сахара. Плюс помните, фруктоза это не только подъем сахара крови. Избыток фруктозы вредит печени, потому что фруктоза метаболизируется в глюкозу в печени. То есть более быстрая прогрессия жирового гипотоза при злоупотреблении фруктозы. И плюс, фруктоза при избыточном употреблении способствует росту мочевой кислоты. А у многих пациентов с диабетом и так повышена мочевая кислота, и так стоит диагноз подагра. Поэтому с фруктами мы не злоупотребляем. Выбираем фрукты с невысоким гликемическим индексом, то есть груша, яблоко, апельсин, мандарин, слива. И едим в небольших количествах, то есть 2 хлебные единицы в сутки. Для деток, да, мы можем позволить больше фруктов, 3-4 хлебные, но под контролем сахара крови, под физнагрузки, дабы не давать скачки сахара. Следующее, друзья, следующий неочевидный враг хорошего сахара, это большие порции каш. Причем акцент здесь на слове большие порции. Даже разрешенные при диабете каша, гречка, киноа, булгур, бурый рис, овсянка, перловка, при употреблении в большом количестве дают выраженный скачок уровня сахара крови. То есть кашу мы потребляем четко со своей диетой. Если вам доктор прописал мягкую низкоуглеводную диету, то у вас будут маленькие порции каш. То есть в готовом виде 2-3-4 ложки. То есть у нас будет хорошая порция белка, рыбы, курицы, мяса. У нас будет хорошая порция овощей низкоуглеводных, огурцы, помидоры, капуста и маленькая порция каши. То есть буквально 3-4 ложечки в готовом виде. Если же у вас высокоуглеводный рацион питания, то есть вы набираете массу тела, либо же у вас большие физнагрузки, большие нагрузки на работе, то да, у нас может быть порция каши 6-8-10 ложек, то есть 200-250 грамм. Но обязательно должны идти белки, должны идти овощи. То есть даже если у вас высокоуглеводный рацион, это не отменяет правила комбинации продуктов. Потому что если съедать большую порцию каши натощак, будет очень выраженный скачок сахара крови. То есть это ведет к декомпенсации диабета. Поэтому, друзья, если вы хотите иметь ровный, стабильный сахар, обращайте внимание, сколько у вас в диете углеводов, какие-то углеводы. И самое главное, насколько правильно вы комбинируете продукты питания. То есть помните про правила белок, овощи и каша, это десерт. То есть кашу мы съедаем не первой, а либо вместе, либо после белка и клетчатки. И тогда у нас будет ровный, стабильный сахар крови. Больше информации о том, как снижать сахар, как правильно подбирать медикаменты, какие медикаменты наиболее современные и безопасные, вы узнаете в школе диабета на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!